Добро пожаловать на видео, которое явно наберёт десятое место из десяти по рейтингу недавних. Ладно, хорош грустить. Так вот, давайте начнём. Когда мне было восемь лет, и у меня не было своего личного компьютера, да и в принципе, он мне тогда не особо был нужен, и мне вообще было супер, я всегда пользовался компьютером моего отца. Хотя теоретически мы этот компьютер считали общим, или, проще говоря, семейным. На этом компьютере были учётные записи для каждого члена семьи, что в принципе было логично. Если у всех была учётная запись с правами администратора, то для меня создавали всегда ограниченную, чтобы я ничего в компьютере пагубного не сделал. Хотя, скажу спойлер, это отчасти не помогало. И как только я садился за ПК, то система сразу же заявляла о том, что безопасность компьютера находится под угрозой. И, вероятно, что-то в этом есть. Я уверен. В этом видео мы рассмотрим работу учётных записей. Как происходит процесс создания юзера, как они устроены. Сделаем маленькие эксперименты и посмотрим, как обстоят дела в другой системе. К слову, а как происходит процесс создания пользователя? Когда вы создали пользователя, и неважно, как вы его создали, через приложение настройки, через панель управления или просто телекинезом, вы изначально не увидите каких-либо изменений в папке юзерс и редакторе реестра. Но на деле, когда мы нажимаем «Готово», в окне создания учётной записи, файл Сэм, который находится по пути C-Windows-System32-Config, вносится наша новая учётная запись и её первоначальные данные в виде имени, пароля и типа. К слову о Сэм. Сэм расшифровывается как Security Account Manager. И не как этот ваш преобразователь текста в речь. Наши с вами учётные записи, которые содержат имя пользователя, его пароли и другую служебную информацию, хранятся именно там. Windows имеет полный доступ к файлу Сэм, поэтому пока система загружена, доступ к файлу запрещён даже администратором. Во-первых, в Windows NT для хеширования паролей пользователей используются два алгоритма. LM, как наследство от LAN Manager, и NT, на основе алгоритма хеширования MD4. А с годами появились и программы по типу NT Password Editor, которые помогают вскрывать данные учётных записей, созданных в системе, и беспроблемно изменять к ним пароль. Для тех, кто не знает, что такое LAN Manager, это сетевая операционная система, разработанная Microsoft в сотрудничестве с 3Com Corporation. Она была разработана, чтобы заменить программное обеспечение 3Com для сетевого сервера одноимённой компании, которая работала на сильно изменённой версии MS-DOS. А в ней содержится одноимённый протокол, используемый для проверки подлинности клиентов Windows для сетевых операций, включая соединение домена, доступ к сетевым ресурсам и проверку подлинности пользователя или компьютера. Если вы, например, хотите видео о реестре Windows, ну, допустим, как это всё зародилось, и её дальнейшей эволюции, и работа с этим самым реестром, то ставьте лайк под это видео, или подписывайтесь на канал, или проявляйте хоть какую-то активность под этим видео. А мы продолжаем! Когда совершается первый вход, и мы видим анимированное интро, в папке Users создаётся папка с именем нашего аккаунта, и идёт создание файла intuser.dat, который содержит куст реестра с нашими личными настройками и ассоциациями файлов. И думаю, что на этом моменте можно идти к следующему пункту. Как можно создавать пользователей, и какими бывают типы учётных записей в системе? Есть несколько вариантов создания пользователя. Через командную строку, введя команду netuser, имя пользователя, slash add. Если создавать учётную запись, которая будет названа кириллицей, то имя будущей учётной записи нужно брать в кавычки. Через компонент Microsoft Management Console под названием «Локальные пользователи и группы». Там можно не только создать учётную запись, но и посмотреть группы, которых, кстати, очень много, начиная от администраторов, заканчивая читателями журнала событий и операторами архива. Задать установленную паролю срок жизни или наложить запрет на его смену. Ну и отключить аккаунт целиком, собственно. Ну и самое банальное – через приложение «Параметры». Если в Windows XP при создании аккаунта нас спрашивали, кем будет наш аккаунт, администратором или простым человеком, а точнее ограниченной учётной записью, то начиная с Windows 8 и последующим появлением системы аккаунтов Microsoft, возможность выбора пропала, и теперь любой аккаунт после вас создается с ограниченными правами. Хотите повышения? Изменяйте в настройках самостоятельно, или делайте это одной маленькой командой. Кроме всего этого, Windows существовала возможность включения гостевого аккаунта, но данный аккаунт имеет больше ограничений, чем стандартная учётная запись. Например, гостевому аккаунту будет автоматически отказан доступ к системным папкам и папкам администраторов. Из-под гостевого аккаунта будет отказано в установке программ, которым будут нужны администраторские привилегии для дальнейшей работы. Ну и самое забавное, это возможность персонализации гостевого аккаунта. Здесь можно изменить только картинку. Всё. На этом наши невероятные и увлекательные настройки аккаунта подходят к своему логическому завершению. Как вы могли заметить, у гостевого аккаунта нет возможности устанавливать свой пароль. Но, однако, есть один забавный, мягко говоря, недочёт. Я это покажу на Windows XP, хотя теоретически, наверное, такой осталось и в Windows 11. Так вот, для этого мы заходим в аккаунт, у которого есть права администратора. В моём случае это Даниэль, личный аккаунт. В окне «Выполнить» мы вводим следующую команду. Эта команда откроет нам Microsoft Management Console, а точнее раздел «Локальные пользователи и группы». В этом же разделе мы ищем пользователя «Гость». В настройках аккаунта снимайте все установленные галочки и ставите галочку на «Потребовать смену пароля при следующем входе в систему». Сохраняйте и выходите из системы. Нажимайте на аккаунт «Гость» и хоба! Нас любезно заставляют сменить пароль. Меняем пароль и вуаля! Наш аккаунт теперь запаролен, словно кружка с запаянным верхом. Но в оплете «Учётные записи пользователей» кнопок «Действия с паролем» не появляется. А теперь, как мы разобрали гостевой аккаунт, наконец можно разобрать распространённые типы и группы учётных записей пользователей Windows. Первым будет самое очевидное – «Администратор». Думаю, про него и так всё понятно. Данная группа может управлять другими пользователями в системе, даже если они имеют такие же права администратора, как и ты сам. Следующее – это ограниченная учётная запись. Данный тип пользователей не может как-либо редактировать важные параметры системы и имеет ограниченную работу с реестром. Не может получать доступ к папкам пользователей с правами администратора и вообще использовать эти самые права администратора. На этом моменте тут уже можно вспомнить, что подобный перечень ограничений уже имеется в гостевом аккаунте. Однако, в отличие от гостевого аккаунта, ограниченные учётные записи могут легально и без костылей устанавливать способы защиты для аккаунта в виде пароля, пин-кода или же включения Windows Hello. Кроме этих двух групп ещё имеются и администраторы Hyper-V, владельцы устройства, криптографические операторы, операторы архива, операторы помощи, пользователи удалённого рабочего стола и так далее. Каждая группа имеет свои особые полномочия, но обычному среднестатистическому потребителю не нужно такое количество групп, поэтому всё ограничивается группой администраторов и обычных пользователей. Кроме администратора, аккаунта, гостя и нашего аккаунта, в списке можно заметить некоторые необычные и даже отключённые и даже неиспользуемые аккаунты. VDAG Utility Account или же Windows Defender Application Guard Utility Account. Системная учётная запись, которая управляется и используется компонентом Application Guard в защитнике Windows. Этот компонент позволяет просматривать ненадёжные веб-сайты в отдельном окне браузера, тем самым защищая ваше устройство от каких-либо угроз. Если ненадёжный веб-сайт, который вы пытаетесь посетить, кажется подозрительным или оказывается даже вредоносным, он продолжает оставаться в изолированной среде этого компонента и не входит в вашу систему. Данный компонент по умолчанию не поставляется с системой и устанавливается отдельно в Microsoft Store. Также этот аккаунт связан с работой песочницы Windows. Пользователь с именем Default User 0 появляется только во время первоначальной настройки системы в современных Windows. Цель данного аккаунта – просто провести эту самую первоначальную настройку, и после её завершения учётная запись автоматически самоудаляется. Однако, такой механизм может дать сбой, и Default User 0 может остаться. Если такое происходит, то эта самая учётная запись доступна в списке на экране входа. Однако, что необычно, она имеет пароль, а его мы, собственно, никак не знаем. ASP.NET Machine Account. Во времена Windows XP данная учётная запись создавалась только тогда, когда вы устанавливаете .NET Framework. Также она может быть создана, когда вы обновляете систему через Windows Update или Legacy Update, и там как раз-таки и доступна для установки библиотеки .NET. В современных версиях Windows подобного давно нет. Help Assistant и Support. Данные учётной записи присутствовали в эпоху Windows XP. Help Assistant служит для работы функции «Удалённый помощник». Эта учётная запись автоматически отключена, если нет никаких запросов на удалённую помощь. Учётная запись Support, которая в конце своего имени имела рандомное значение из букв и цифр, предназначалась в случаях, когда вы запрашивали техническую поддержку Microsoft через раздел «Центр справки и поддержки». С выходом Windows Vista данные учётной записи прекратили своё существование и больше не создавались при чистой установке системы. Но если вы обновлялись с Windows XP до Windows Vista, то данные учётной записи в системе оставались, однако они теряли свой смысл. Trusted Installer. Если вы обращали внимание, то в современной Windows при настройке разрешения системных папок или же их удаления можно увидеть учётную запись Trusted Installer, или же предупреждение «Запросите разрешение от Trusted Installer». Дело в том, что Trusted Installer – это нечто большее, чем обычная учётная запись. От этого имени работает целая системная служба Windows Modules Installer, или же установщик модулей Windows, который позволяет выполнять установку, изменения и удаление обновлений Windows и их дополнительных компонентов. А когда происходит какое-либо обновление системы, владельцем новых системных файлов по умолчанию становится именно этот аккаунт. Если смотреть через стандартное приложение управления учётными записями, то её там найти не удастся, она намеренно скрыта. И в IT тоже не получится, система будет говорить о том, что такого аккаунта не существует. Хотя в интернете есть способы, как отключить Trusted Installer, войти в эту сокровенную учётную запись и что-нибудь там поделать. Но я как-то не вижу в этом смысла. Хотя я, может быть, не прав. Раз уж так много существует аккаунтов, которые созданы для системных целей, то у меня возникает вопрос. А каков лимит пользователей в системе вообще? Изучив официальную документацию Microsoft, я понял, что там конкретного лимита не сообщается. Поэтому тут два варианта. Либо учётные записи будут создаваться до полного окончания свободного места на жёстком диске, либо всё-таки тут имеется лимит 32-битного числа. И раз уж в документации не приведён официальный лимит, а имеются только какие-либо предположения, то самое время провести эксперименты. А что, если одним компьютером будет пользоваться не 2-3 человека, как обычно, а, допустим, 10 тысяч? 10 тысяч человек и 10 тысяч аккаунтов. Звучит как-то безумно. Когда-то давно я уже делал подобный эксперимент, и то без голоса при помощи обычных субтитров. Теперь я хочу показать это снова, но не в целях какого-либо развлечения, а чисто ради примера и демонстрации. Что тогда, что и сейчас. Созданием огромного количества пользователей займётся программа User Overflow. Интерфейс и смысл программы прост. Она будет создавать в системе новые аккаунты, количество которых указываете вы сами. Например, мы создаём два аккаунта, нажимаем старт, выходим из системы и видим, что кроме меня теперь есть и User 1, и User 2. Также можно ко всем новым созданным аккаунтам заранее задать пароль. Но внизу есть кнопка с названием REST & Piperoni, которая и позволяет как раз создать 10 тысяч аккаунтов. Выбираем этот вариант и нажимаем старт. Во время создания такого количества учётных записей программа зависнет, и причём надолго так зависнет, поэтому придётся ждать. После того, как прошло очень много времени, и нам сообщили о том, что всё готово, мы ни в коем случае не выходим из системы. Нам нужно включить классический вариант входа в систему. Вы скажете, а зачем? А ответ на это вы узнаете позже. Кстати, раздел учётной записи пользователей в панели управления не показывает все созданные активные аккаунты, а показывает только первое 100 из всего списка. Так вот, теперь пришло время ответить, почему мы включили классический вариант входа в систему. Когда у нас включен этот вариант входа, нам предлагают ввести своё имя пользователя и пароль, который мы должны помнить и знать. Никаких подгрузок и поддержки мультиаккаунтности в системе при таком варианте нет. А в то время современный экран приветствия, на этапе запуск Windows, начинает проверять существование и статус учётных записей в системе, и скорее всего, каждым запросом по одному пользователю. Ибо я лично не знаю, как мне объяснить резкую высокую нагрузку процессора и последующий постепенный жор оперативной памяти сразу же на экране приветствия. Экран приветствия уже на 40-50 юзерах начинает безбожно тормозить, и это только при 512 мегабайтах оперативной памяти в виртуальной машине. Если предоставить больше оперативной памяти, то плюс-минус ситуация не поменяется. И если в Windows XP происходит один большой кошмар, то с Windows 11 ситуация обстоит немного лучше. Учётные записи всё так же создаются, но когда мы нажимаем в меню пуск на наше имя аккаунта, чтобы открыть меню действий и показать другие аккаунты, то система начинает легонько подтормаживать. А с включенным диспетчером задач мы видим, что во время подгрузки списка пользователей совершается нагрузка на процессор от группы служб, которые привязаны к файлу lsas.exe. Этот файл отвечает за работу учётных записей и сеансы пользователей. Без этого файла вход в систему будет попросту невозможен. А если его убрать через диспетчер задач, то система сразу же сообщает о внезапной поломке и через минуту назначает перезагрузку. Но если эту самую перезагрузку отменить командой shutdown slash a, то Windows в один момент может попросту зависнуть и сделать эту же самую резкую перезагрузку. Как уже понятно, исход всё равно будет один. А в Linux-системах логика работы пользователей устроена слегка по-другому. В Linux существует три типа пользователей. Суперпользователь, системные пользователи и обычные пользователи. Каждый пользователь помимо имени имеет числовой идентификатор пользователя, или же UID. Пользователь root имеет идентификатор 0. Системные пользователи имеют идентификаторы от 1 до 100. Обычные пользователи имеют UID от 100 и выше. Пользователи в Linux, как и в Windows могут объединяться в группы. Каждый пользователь обязательно должен входить в ту или иную группу. Я ради этого видео написал маленький баш-скриптик, который просто создает пользователей в системе до достижения какого-либо числа. Вот задал 10 тысяч, и с системе всё равно. Хотя на моменте смены пользователя, по крайней мере, в дисплейном менеджере SDDM, система начинает немножко потупливать, но всё же быстро приходит в себя. Каковы итоги? 10 тысяч пользователей в системе – это плохая идея? Да, плохая, причём и слегка безумная. Вряд ли кто-то станет делать подобное, но всё же, кто ж знает, я могу быть неправ. Я лично не пользуюсь учётными записями. Мне всегда хватает только одного аккаунта. Локального аккаунта. А аккаунта Microsoft у меня нет, так как я не вижу смысла в подобном сервисе. Как-то вот так. Ну а сейчас я предлагаю поставить лайк этому ролику, если он вам понравился. Также подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, если ты не хочешь пропускать новое видео, и вообще, вместе интереснее. Давайте достигнем 75 тысяч подписчиков. Спасибо всем за просмотр, и спасибо людям, которые поддерживают канал. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok